Накануне Великой Отечественной войны советская разведка смогла добыть значительный объем убедительной информации о подготовке Германии и ее союзников к войне против СССР. План «Барбаросса» был утвержден 18 декабря 1940 года, а спустя несколько дней, 29 декабря, помощник советского военного атташе в Германии полковник Скорняков направил Москву шифр-телеграмму следующего содержания. «Альта» сообщила, что ариец от высокоинформированных военных кругов узнал о том, что Гитлер отдал приказ о подготовке к войне с СССР. Война будет объявлена в марте 1941 года. Как теперь известно, псевдонимом «Альта» пользовалась немецкая журналистка Ильза Штёбе, а псевдоним «Ариец» был присвоен сотруднику германского МИДа Рудольфу фон Шелли. Получив важную информацию, начальник разведывательного управления генштаба Красной армии генерал Голиков потребовал более внятного освещения вопроса и приказал уточнить, кто эти высокоинформированные круги. И уже через несколько дней, 4 января 1941 года, в Москву поступила новая шифр-телеграмма, в которой сообщалось, что «Альта» запросила у арийца подтверждение правильности сведений о подготовке наступления весной 1941 года. Ариец подтвердил, что эти сведения он получил от знакомого ему военного лица. Причем это основано не на слухах, а на специальном приказе Гитера, который является сугубо секретным и о котором известно очень немногим лицам. На нашей выставке демонстрируется также очень интересный документ. Это доклад Голикова от 20 марта 1941 года, в котором начальник советской военной разведки изложил различные варианты действий Германии против СССР и даже упомянул о создании немцами трех групп армий, которые должны были наступать на Петроград, то есть Ленинград, Москву и Киев. В конце документа, однако, делался вывод о том, что наиболее возможным сроком начала действий против СССР являться будет момент после победы над Англией или после заключения с ней почетного для Германии мира. Принято считать, что этот вывод является следствием дезинформационных мероприятий, которые проводило в то время германское командование. Кроме того, у Голикова, очевидно, были сомнения в том, что Гитлер решится на войну одновременно на два фронта – против Великобритании и против Советского Союза. Ценные сведения о подготовке Германии к нападению на СССР добывала также и советская внешняя разведка. Так, в январе 1941 года от немецких антифашистов из Красной Капеллы в Москву поступила информация о составлении немцами карт промышленности СССР по районам в целях ориентировки выбора объектов для воздушной бомбардировки, а также об организации разведывательных полетов над советской территорией. Все это свидетельствовало о проведении германским военным командованием систематической подготовки к войне против СССР. В марте 1941 года поступило агентурное сообщение из Берлина о разработке в генштабе Люфтваффе планов бомбардировок важнейших промышленных объектов Советского Союза, крупных городов и коммуникаций. На нашей выставке также экспонируется интересный документ – это шифр телеграмма из Лондона от резидента советской внешней разведки, у которого на связи находились в том числе члены кембридской пятерки. Документ датируется 2 апреля 1941 года. В нем говорится о том, что государственные учреждения Великобритании получали агентурные данные о готовящемся нападении Германии на Советский Союз. Разведывательная информация о германских планах агрессии регулярно докладывалась советскому руководству. В ряде сообщений содержались противоречивые сведения. Прежде всего, это касалось оценки сроков нападения Германии на СССР, что являлось следствием многих причин, в том числе колебаний самого Гитлера в определении окончательной даты начала войны против Советского Союза. Продолжение следует...